Продолжение следует... Продолжение следует... У нас здесь проблема, знаете, не только в находке. Угольная пыль. Не только в находке. У тебя, про меня, Чарли, у нас в Владивостоке же, пожалуйста, на Чуркине. Там же ужасно творится, там нельзя открыть окно. Потому что подоконники, и все засыпаны углем. Угольная пыль проникает в жилые помещения через пластиковые окна в недопустимых количествах. Угольной пылью дышат дети. В санитарно-защитных зонах по факту, а не тех, которые нарисовали продажные проектировщики, расположены дошкольные и общеобразовательные учреждения. Обращаемся в прокуратуру Приморского края с ходатайством проведения разъяснительных мероприятий для должностных лиц. Товарищи, я приветствую всех, кто сегодня сегодня пришел. Для меня, жителя Киромайского района, который всю свою жизнь прожил именно здесь, у которого вся семья, все друзья, все товарищи, все живут на Киромайском районе. Эта проблема, это одна из основолагающих тем для того, чтобы выступать и приходить на такие протестные акции. То, что делает эта власть, это просто безответственно. Она не спрашивает мнения нас, простых жителей Чуркина. Она не слушает нас и делает только то, что им вздумается. Поэтому, товарищи, это правильно, что мы ходим с вами на такие митинги. Это правильно, что мы с вами не ходим на такие протестные акции. Надо зазубрить только одно правило, что лишь борьба дает права. Как только мы будем выходить на такие акции чаще, когда здесь будут стоять не 150 человек, а 1000 человек, именно тогда власть будет спрашивать нас, что ей делать. Так что, товарищи, я считаю, что экологическая проблема, это очень важная сила этого выступления. Поэтому, я считаю, что на такие протестные акции надо подходить еще и еще. Так что, товарищи, да здравствует карману своих права, да здравствует Кировский край, долой такую власть един России. Ура! Так улица Топорева пришла, чтобы выразить свой протест. И в следующий раз людей будет еще больше. Но я не советую пить терпение народа. Прислушайтесь! Продолжение следует...